доброго здоровьи уважаемые посетители моего канала у нас был после снегопада все как-то намокло ужасный бурелом был не было света ничего не выпускалось ничего не делалось ну вот сейчас свет появился я решил ответить на некоторые ваши вопросы смотрите что получается вот такой вопрос как ваши взгляды на голодание по бруйсу 42 дня на на 500 миллилитров сока свеклы и чай с зеленью у многих такие же слизистые выходят когда голодали так спасибо голодание 500 миллилитров сока свеклы и чай с зеленью что ж это за голодание это так знаете просто так голодание просто большинство людей не понимает что голодание подразумевает отказ на определенный срок от принятия любого вида пищи в любом ее как бы сказать в виде но при этом пьется вода значит выполняются другие мероприятия по очищению там кишечника и при этом при этом когда человек пьет только воду с течением времени у него начинают запускаться определенные механизмы разблокируются они и человек начинает более-менее там полноценно существовать на голодание и делается ряд различных оздоровительных вещей если же мы с вами это голодание будем использовать там допустим сок свеклы или еще то есть минимальное количество каких-либо продуктов продуктов здесь не просто подбираются продукты допустим сок свеклы там чай из зелени но в частности сок из свеклы сок из свеклы он обладает интересными такими свойствами которые как раз применяется для лечения онкологических заболеваний к тому же сок свеклы если нормально его усваивает организм это очень важно понимать он позволяет нормально работать кровотворению содержится биологически активное железо и вот и тут написано у многих такие же слижистые выходят когда голодали так то есть они не голодали то есть при определенной диете начинают работать совершенно другие механизмы но не такие как на голодание они могут быть похожи но совершенно не такие то есть таких механизмов которые запускают голодание никакое питание не запускает оно начинает действовать совершенно по-другому и также может знать разного рода слизистые выделения грибки там и и прочее 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 важно понимать я как раз в книге и написал что такое голодание что такое не голодание это просто-напросто диета ну пошли дальше вроде как ответили ну и еще вот такая вот вещь ну ладно про а из да я не буду про а из да не буду потому что непонимание не причин не следствие как это работает для чего-то применяется а когда просто рассказывает о это мне помогло и вам поможет у нас совершенно различные организмы они совершенно по-различному реагируют на я уж не говорю о лекарствах на одну и ту же пищу поэтому такие вещи бывают так волга пишет прочитал про чемпиона тяжелоатлета из белоруссии леонида тараенко как у него из спины гной больше двух литров выкачивали хирурги но сразу я хочу сказать это не означает что сразу два там литра вышло гноя да гной значит был сочился что там занесли там инфекцию какую-то и и началась борьба организма с этой инфекцией в результате чего в результате этой борьбы когда там отмирают эти лейкоциты появляется гной то есть гной это нормально так сказать реакция организма на какой-то там сепсис на какое-то воспаление ну то есть это организм реагирует так но если его конечно много его надо и выводить он уже скапливая сможет сам по себе явиться тем фактором который может убить человека это такой сексис бывает ну бывает бывает тем более вы должны сравнить массу леонида тараненко возможно тогда весил килограмм 140 может чуть меньше может быть чуть больше шмели какая у него масса а это ж не то что человек 60 килограмм там у него что-то выйдет вот а большой мужчина так что бывает или что может спровоцировать такой объем гноя объем гноя грубо говоря вот если взять слона и взять мышку вот если у слона что-то там загнаилась у него такое количество гноя и у мышки такое количество но как-то сопоставляете так у меня друзья уходили от сепсиса в разное время и в больнице петрович если трудно напишите или ролик сделать и пожалуйста про сепсис хочу чего делать постарайтесь не заносить разного рода инфекцию свой организм а ему как раз там ее и занесли я уже не помню там там все рассказано то ли какие-то уколы сделали то ли что-то втерли то ли еще что-то там такое вот то есть вы во время выполнения каких-то там процедур лечебных нелечебных вы узнаете что это такое как это делается какие условия должны быть для этого потому что раньше люди умирали от сепсиса но кто-то мне звонит кто-то мне звонит и кто-то мне звонит и кто-то мне звонит так я сразу же смотрите что я делаю что я делаю я беру я беру 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 и все эти телефоны знаете сколько я уже Позаблокировал Все равно находятся эти все эти Какие-то номера И от них тут Вам что-то предлагают Хотите или не хотите Вот Что за процедура И Во время выполнения этой процедуры Есть ли возможность Как-то заразиться Так к чему я это Раньше во время хирургических операций Это допустим Не Аж в позапрошлом веке Люди в основном умирали Из-за сепсиса Потому что все эти хирургические инструменты Они не были достаточно Продезинфицировали Не знали как Бороться с возникшим Вот этим воспалением И люди легко и просто Умирали от сепсиса То есть не заражайте себя Так Дальше пошли Ага Вот Последний видосик Сода пищевая Из книги Онкология Значит Здесь в комментариях Возникла дискуссия По поводу лечения гастрита С содой Сразу же Эти Какие-то там дискуссии Там идут Дискуссии Я бы не сказал что они идут от большого ума Они просто идут от незнания Ну просто От незнания Что такое гастрит Что такое гастрит И как он возникает Вот на этот вопрос надо ответить А уже После этого Подбираем те или иные средства Которые могут Помочь Гастрит Это воспаление Слизистой оболочки Желудка Слизистая оболочка Желудка Представляем Она обычно защищена Слизью Так вот Если мы эту слизь Каким-либо образом А каким-либо образом Да только Из-за того Что мы с вами едим И как мы Потребляем жидкости Мы эту Защитную слизь Так или иначе Удаляем И в результате У нас Огаляется Слизистая Оболочка Незащищенная Слизью И Возникает что Возникает у нас Воспаление То есть Раздражение Своими же Пищеварительными соками Стеночки Желудка Начинается Боли А то и язва То есть Сразу же Прикидываем Ага Питание И прием жидкости Они влияют На слизистойку Далее Причем тут сода Казалось бы Причем тут сода То есть Логика у людей Действует Вот примерно В таком направлении Что сода Зачем сода нужна Так В каких случаях И при каком Гастрите Можно принимать Соду Ага При каком Гастрите То есть Там у них Бытует мнение Что Значит При повышенной Кислотности При пониженной Кислотности Там соду Якобы Применять Да никогда При гастрите Соду Не применяйте Потому что Вы Раз вы понимаете Что Должна Для того Чтобы Слизистая Оболочка Желудка Была защищена Вот этой Вот Слизью Естественной Слизью Значит Надо Соблюдать Так Своё Питание Чтобы Эта Слизистая Оболочка Бумает Не Слизистая Оболочка А Вот эта Слизь Защитная Вовремя Восстанавливалась Для этого Надо Облегчить Работу Желудка В первую Очередь Это Монодиета То есть Вы Применяете Один Какой-то Продукт Питания И всё И Тогда Ваш Желудок Может Это всё Нормально Переварить При этом При этом Смотрите Дальше Идём дальше По логике Вот Вы что-то Съели Допустим Горечневую Кашу Вылились Соответственно На пищеварительные Соки Началось Пищеварение В желудке И вы Чая Выпили Или Компота Выпили Или ещё Что-то Выпили Что вы Сделали Вы Взяли И разбавили Те Желудочные Соки Которые Вылились На кашу И началось Пищеварение Вы их Разбавили Поэтому Желудок Стоп Машина Задний Ход Он должен Ещё Выделить Соответствующие Соки Чтобы их Крепость Возросла Чтобы Среда Которая Нужна Для переваривания Грубо говоря Этой каши Речки Была Оптимальная Чтобы этот продукт Переварился Таким Образом А что У нас Выделяет Эти соки Эти соки У нас Выделяет Слизистая Желудка То есть Вы её Нагружаете Вдвойне Поэтому Жидкости Идут До Еды Выпили Всё Прошло Через Желудочек Далее Вы съедаете Что-то Одно И вот Это одно Желудок Может Успешно Переварить Без всяких Напрягов Значит Дальше Всё это Идёт В нижележащие Отделы Желудочно-кишечного Тракта И У вас Имеется Время Время Имеется Когда Желудок Опорожняется И Он Вновь Покрывается Слизистая Оболочка Покрывается Защитной Слизью То есть У него Есть Время Для восстановления При этом Не важно Какую Вы пищу Там будете Потреблять Грубо говоря Которая Кислотность Что-то То есть Которая Требует Больше Кислых Соков Чтоб Выделился Желудок Или Щелочных Соков Чтоб он Выделился Вам Необходимо Соблюдать Вот это Правило Дать Желудку Возможность Переварить И при этом Восстановиться То есть Перерывы Между едой Должны Быть В эти Перерывы Ничто Не должно Потребляться Смываться И так далее Какие-то там Жидкости И прочее И тогда Все будет В порядке Ну Пойдемте Дальше При этом Никакой Соды Не надо Никакой Соды Не надо То есть При Гастрите Сода Нужна В других Случаях Так Какие процессы Происходят При приеме Бикарбоната Внут При пониженной И повышенной Кислотности Значит Повышенная И пониженная Кислотность Желудка Зависит От того Что вы съели Потому что На одну Пищу Надо дать Более Кислые Соки И создать Соответствующую Среду Чтоб этот Продукт Переварился Например Такое Как мясо И на Другие Продукты Надо дать Допустим Щелочную Там Среду Ну Грубо говоря На овощи Пускай Там Тушеные Чтоб они Там Как-то Обработались Вот и все Причем Тут Это Самое Бикарбоната Ну При пониженной И повышенной Кислотности Кислотность В желудке Зависит От того Что Вы Туда Положите Такая Кислотность И будет Щелочная Либо Кислая Но При этом Опять-таки В любом Случае Должно Возникнуть Нормальное Значит Вот это Пищеварение Произошло И Дать Возможность Тому же Желудку Восстановить Свою Вот эту Защитную Оболочку Время Понимаете Он не может Постоянно Работать Если же Мы с вами Принимаем Принимаем Смешанную Пищу То есть Которая Там Грубо говоря Мясо С картошкой С овощами Запиваем И прочее То Слизистая Настолько Усиленно Должна Работать А там Еще Что-нибудь Там Такое Что Она Не успевает Восстанавливаться Она не успевает Вырабатывать Эту защитную Слизь В конце Концов Из-за того Что там Вы Задали Работу Для Своего Желудка Несвойственную Его Возможности И поэтому И получается Что мы Она там Долго Стоит Раз Долго Стоит Значит Что должно Быть Такое Раз Более Менее Так Это Самое Опа В желудочек Попала Раз Раз Бах И ушло Из него Если Все это Стоит Долго В желудке Из-за Смешанного Питания Из-за того Что мы Потом там Выпили Той же Жидкости У нас Идет Продолжительный Контакт Слизистой Оболочки Желудка Беззащитной Вот этой Слизи С Вот этими Агрессивными Собственными Желудочными Соками Которые Воздействуют На Него И пожалуйста У нас Возникает Поэтому Непониженные Неповышенные Кислотности Это Должно Это не должно Вас вообще Волновать Еще раз Повторю Кислотность Или Щелочность Которая Образуется В желудке Возникает От того Что вы Съели И на Это Съеденное Выделяется Соответствующее Это Так Так Вообще Почему возникают Проблемы С кислотностью Зачем Почему возникают Проблемы С кислотностью Ну Я вот так и сказал Почему возникают Проблемы С кислотностью Или там Щелочностью Или еще Чем Из-за того Что идет Смешанное Питание Из-за того Что Не успевает Этот самый Восстанавливаться Слизистая Желудка Всему Ж на то время Не успевает Выделяться Эта защитная Слизь И возникают Такие проблемы Очень Просто Знаете Успокоить Свой Желудок И В смысле Гастрит Снятие Вот это Воспаление Это просто Голодание Когда человек Голодает Допустим В течении Двух Трех Суток Тем самым Он дает Возможность Слизистой Оболочке Желудка Восстановить Самой себя И как правило Вот это все Уходит А последующее Питание Должно быть Как раз Вот так вот Моноправильное Без всякой Вот этой Загрузки Без всяких Этих Там знаете Есть еще Такие Допустим Жидкости Ну допустим Как алкоголь Там еще Другие Которые Как раз Хорошенько Это все Смывают Которые Расрушают Эту защитную Слизь Почему При лечении Вот рекомендуется Там Кисели Или еще Там Яйца Чтобы это все Обволакивало Научитесь Правильно Питаться И тогда Не будет Никаких проблем С кислотностью Там Щелочностью Люди Пишут О своем Опыте Предупреждают О возможном Вреде Так ясно О своем Опыте Они Питание Не меняют Они думают Что кто-то Какая-то Сода Сделает за них Это Как они ели Как они пили Вы же В любом случае Вот не было Этого гастрита Вот не было Его Не было А потом Он откуда-то Появился То есть Вы создали Причины Которые дали Следствие Которые привели К тому Что у вас Возникает Гастрит А потом Может быть Язва Так вы Их уберите Уберите Так Проясните Пожалуйста Ситуацию Я думаю Что прояснил Давайте Детальнее В этом Разберемся Чего там Детальнее Разбираться Вот я вам Рассказал Хотелось бы Отдельное Видео На эту Тему Ну вот Я сделал Отдельную Тему Вот из-за Того Что человек Не мыслит На причинно-следственном Уровне А это Надо Делать То есть Разумный Человек Отличается От обычного Человека Который плывет По течению Самотеком Причинно-следственным Мышлением Не было Гастрит Появился Что он съел Как он съел На праздники Как правило На праздники Когда там Новый год Там еще Что-то Когда Обильный Стол И люди Едят Всю подряд В большом Количестве Тем самым Нагружая Желудок И вообще Организм И как раз Начинает Возникать Проблема Напишите Насколько Светоч Осветил Эту Проблема Продолжение следует